Всем привет! Меня зовут Яна. Вы попали на канал LadyVesker. Сегодня мы продолжаем играть в Sally Face. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии. Итак, на чем мы остановились? Обыскать апартаменты. Так, мы на каком этаже сейчас находимся? На нулевом. Ну, давайте обыщем. Короче, в прошлой серии что было? А, мы должны найти зубы. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, в принципе, мы все зубы нашли. Только что теперь с ними делать? Вот в чем вопрос. Куда-то их надо вставить, а куда я не помню. Значит, будем искать. По-моему, в какую-то штуку мы должны были вставить их. И эта штука находится на пятом этаже, если мне не изменяет память. Давайте попробуем проехаться до туда. Посмотреть в комнатах. Может, тут что есть? Тут нету ничего. Так, значит, пойдем сюда. Так, это стичья клетка, которая нам не нужна, вроде как. А, вот, смотрите. Вот как раз пять зубов, пять этих. Давайте попробуем вот сюда вставить. Так. А что вообще там написано на этих зубах? Не св... Только как их вставлять? В каком порядке? Непонятно. И ничего не произошло. Нет, это мы сюда поставим. Давайте поменяем местами. Да не так. Что тут? Какое тут фар... Это... Слово какое может тут быть? Какое можно слово составить из этих букв? Двесн. Сенв. Короче, хрен его знает. А, это же стороны света. Чего я туплю? Только я не знаю, какие нужны стороны света. Так. Зубы... Сверху должен быть, вообще-то. А Н... Получается, внизу. Е... Справа. Справа. Это у нас вот это, это... Лево. Или наоборот надо. О. Что это? Ключ. Ого. Кажется, я нашел ключ, который ты потерял. Я его не терял. Я просто... Погоди, откуда он вообще там взялся? Я его туда не клал. Кто-то хотел, чтобы мы его нашли. Они не могли... Не знаю, просунуть его в щель под моей дверью или положить в почтовый ящик. Реальность вообще как запутанная паутина. Эээ, чё? Забей, ключ у нас. Пойдем проверим храм. Достижение зубы получено. Храм, это значит, нам вниз, в подвал. Я вообще предлагаю замуровать это место, снести все к хренам собачьим, чтобы никто больше его не нашел и ничего больше здесь не происходило. Ну, вот эти все дела сумасшедшие. Дверь, как у Резидента Ивел, открывается в подвал. Два часа спустя. Долго они шли. Ну и что? Кажется, тут все как обычно, Ларри. Ну, насколько обычными могут быть апартаменты Эдисона, конечно. А как же зубы? Говорящая птичья клетка и ключ. Да, это было немного странно. И мое предчувствие никуда не делось. Скоро улетучится что-то... Скоро случится что-то хреновое, чувак. Не знаю, что и когда напрям чувствую. Может, ты и прав. Расскажу всю Тоду, когда он вернется домой. А вечером мы снова зайдем уже с его гаджетами. Ладно, когда у него кончаются занятия? Уже должны были кончиться. Но я сегодня еще с Эш встречаюсь, помнишь? Ой, точно, зови ее с собой. Думаю, пока не стоит особо сильно нагружать ее всякой паранормальщиной. Твоя правда. Последний раз, когда она ходила с нами, хорошим делом не кончилось. Блин, это было год назад. Такое ощущение, словно с каждым годом время летит все быстрее и быстрее. Год назад, серьезно, они за год так выросли. Это точно. А еще не забудь, что завтра вечером мы собираемся поужинать все вместе. Хех, да, а как тут забудешь? Вы с Эш мне тысячу смс-ок об этом строчили. Так. В смысле год назад? Какой год назад, если год назад у этого нашего друга ребенка не было, а ей на вид лет, ну не знаю, пять? Это не может год назад быть. Бред какой-то. Нет, это не может быть год назад. То ли ошибка в переводе, то ли ошибка в игре. Привет, Эшли. Сал. Как я рада тебя видеть. Я по тебе ужасно скучала. Я тоже по тебе скучала, Эш. Ты подстриглась? Мне нравится. Спасибо. Ты кататься... Так кататься проще. А ты, вижу, тоже прическу поменял. А, ну да, типа того. Смотри, смотрится круто, хотя я немного скучаю по хвостикам. Хех. Они встречаться, видимо, начали. Я не бывал на озере с того раза, как мы с тобой ездили вместе. Что ты сказал? Я сказала, что давно не был на озере. Я тоже. Там очень здорово. Тихо, спокойно. Не страшно ей на байке ездить. А как у вас с Веном дела? Все в порядке? Да, в порядке. Что у вас вообще произошло? Дурацкие семейные ссоры. Он назвал меня бездушной, потому что я не плакала на похоронах бабули. Он сказал, что я не человек, потому что никогда не плачу и бла-бла-бла. А потом мы в пух и прах рассорились, а я ведь так и не грустила из-за бабули. Ну да ладно, главное, что теперь мы помирились, и у нас все в порядке. Знаешь, а я ведь и правда ни разу не видел, как ты плачешь. Что ж, значит, я и правда бездушный монстр. Гр-ар. Берегись, мы тут убиваем таких монстров, как ты. Нет, это ты берегись. С этим монстром вам связываться не стоит. Ух, какие грозные слова, юная леди. Надеюсь, ты успела поцеловать мамочку на прощание. Ха-ха-ха. Как у тебя дела с Али Крам Сали? У меня все хорошо. Это здорово, только вот мне кажется, что ты не договариваешь. У меня все было нормально, просто не знаю, не хочу грузить тебя своими переживаниями. Сал, не глупи, мы лучшие друзья. Я всегда тебя поддержу, так что вперед, загрузи меня до смерти. Я это уже говорила, но ты знаешь, что не обязан его при мне носить. Своё лицо, свой протез. Но он давно часть меня. Лицо, которое я ношу на публике. Лицо, которое я ношу постоянно. Просто хочу, чтобы ты знал, что не обязан носить его, если не хочешь. Тут только мы с тобой, больше никого. Как твои дела? У меня все в порядке, но мне лучше с тех пор, как я уехала из города. Я думал, тебе нравится город. Ай, очень нравится. Там здорово и постоянно происходит что-то интересное. Но вот жить там не очень. Постоянная шумиха и куча народа. Иногда собственных мыслей не слышишь. Могу представить. Чем больше времени там проводишь, тем сильнее ощущение, что теряешь связь с природой. Как бы странно это ни звучало, я скучала по Ноквеллу. Скучала по свежему воздуху, по природе, по возможности видеть ночью звезды и, конечно же, по своим друзьям. Мы по тебе тоже скучали, Эш. Только звезды мы сегодня вряд ли увидим, буря собирается. Я заметила. Кажется, мы можем попасть под дождик. Где ты будешь жить? Пока со своей семьей. Они ничего не трогали в моей комнате с тех пор, как я уехала. Здорово. Мой отец переделал мою бывшую комнату в офис. Почти сразу же после того, как я уехал. Это потому, что нужно было освободить место для Лизы. И то верно. До сих пор не могу поверить, что они поженились. А вы с Ларей теперь сводные братья? Ага. Я тоже не до конца привык. Это странно, но в хорошем смысле. Я рад снова видеть отца с счастливым. Из них, если честно, очаровательная пара. Ты довольна? Довольно чем? Да всем, жизнью. Даже не знаю. Сложный вопрос. У меня в последнее время много проблем, но я пытаюсь искать то, что делает меня счастливой. И то, к чему стоит стремиться. Иначе в чем смысл? Понимаешь? Ага. Сейчас я довольна. Даже больше. Счастлива. Ты уверен, что все в порядке, Сал? Я начинаю за тебя переживать. Даже не знаю. Кажется, я немного не в себе. Такое ощущение, что все вокруг какое-то неправильное. Что ты имеешь в виду? Меня ничто не успокаивает. Я постоянно чувствую себя неуютно. Словно моя душа враздраясь с телом. Хочется просто кричать в небо, пока оно не упадет. Ну и... Ну так и... Ну так и что? Вперед! Ну не знаю. Да прекрати, уверена тебе станет легче. Ну и как? Стало легче. Привет, Тод. Привет. Уже вернулся со свиданки с Эшли? Не думаю, что это было свиданием. Ну да. Как скажешь, Сал? И как все прошло? Я был рад увидеться. Хорошо, что она вернулась. Да уж. Эш, славная. К тому же нашим расследованиям не помешает женский взгляд. Да даже незамыленный взгляд в расследованиях тоже не помешает. Кстати, об этом. Мы с Ларей считаем, что в апартаментах опять творится что-то неладное. Я сказала ему, что мы заглянем вечерком. Отлично. Будет возможность проверить пару штучек, от которыми я работал. Дай мне минутку на сборы. Без проблем. Дай знать, как будешь готова отправиться. Ладай. Салли, сори, братан. Пожалуйста, не вини себя. Простить за что? О чем ты? Мое время пришло. Только попробуй что-нибудь учудить. Слишком поздно. Меня скоро не станет. Чего? Хоррэ стебаться, Ларри. Не смешно. Хоррэ стебаться, Ларри. Не смешно. Эй. Ларри? Что за приколы? Возьми трубку. Ну же, Ларри, возьми трубку. Только попробуй не ответить. И что с ним случилось? Он что, самоубился? О боже, Ларри. А где он может быть? В гостинице в этой? Где она вообще? Ну, мы живем на третьем этаже. А, он сам пришел. Ларри? Ларри? Неужели он покончил с собой? Да ладно. Где он? Куда он может деться? В своей комнате может. Так, комната Ларри. Где ты, черт побери? А может он в этом? На заднем дворе, скорее всего. Мы там видели его призрака, когда за психолога поехали. Скорее всего, он там. Записка. Ларри, что ты натворил? Ларри, почему? Ну и где он? Почему его не показали? Я была так рада видеть Сало, что сначала не заметила, насколько странно он себя ведет. Это Эшли, взрослые уже, видимо. Когда мы сидели на озере Виндиго, я начала обращать на это внимание, но на тот момент он казался мне просто грустным. Я подумала, что, может, он перестал принимать свои таблетки? Мисс Кэмпбелл, хоть раз во время вашего свидания с Салом, вы чувствовали, что вам огрыжает опасность? Нет, сэр, совсем нет. Сал был одним из милейших парней, кого я знала. Я всегда чувствовала себя в безопасности рядом с ним, до того вечера. Вы можете рассказать, что увидели в домике на дереве? Через какое-то время после того, как я вернулась с озера домой, мне позвонил Сал. Прошел всего час, Салли, около того. Он был перепуган, и по его голосу было понятно, что он плакал. Он сказал, что Ларри мертв. Я умоляла его позвонить 9-1-1, сказала, что позвоню сама, если он не станет. В итоге кто-нибудь позвонил 9-1-1? Нет. Еще в старшей школе мальчики убедили меня, что в Нокфиле орудует тайная организация, связанная с полицией, что им нельзя доверять. Так что, вопреки здравому смыслу, я не позвонила в 9-1-1 и сразу же поехала в апартаменты. Когда я добралась до домика на дереве, Сал вел себя очень странно, ходил кругами и разговаривал сам с собой. Естественно, он был расстроен, как и я сама, но таким я его никогда не видела. Я попыталась успокоить его, но он продолжал бормотать что-то о культистах, о каком-то неминуемо грядущем зле. Он сказал, что Ларри в домике. Мне понадобилось собраться силами. Я не понимала до конца, что происходит. Мертв ли Ларри на самом деле, или же Сал сошел с ума. Я поднялась в домик, но там было все как обычно, только лежала пустая бутылка из-под алкоголя. Часто ли Сал выпивал? Совсем не часто. Сал очень редко притрагивался к алкоголю. Как-то он сказал, что боится напиваться, потому что зависимость это у них семейная. А он не хочет становиться алкоголиком. Потому я поняла, что что-то не так, Ларри нигде не было видно. А Сал начал меня серьезно беспокоить. Я попыталась привести его в чувства и вразумить, но это ни капли не помогло. Я попыталась увести его в дом, но он отказался, и мы разругались раньше, мы никогда не ругались. Мне пришлось уйти. Я не могла находиться рядом с ним в таком состоянии и не хотела все усугубить. Перед тем, как уйти, я сообщила Генри и Лизе, что Салу нужна помощь. Они сказали, что присмотрят за ним. Я попросила их позвонить мне, если понадоблюсь. Оставлять Салу было так ужасно, но я не знала, что делать. Я должна была остаться. Я должна была остаться с ним. Я всю ночь сидела у телефона, пока он не зазвонил второй раз. И что случилось во второй раз? Минут через десять после того, как ушла Эшли, приехал Тодд. Он понял, что что-то не так, потому что я резко сорвался с места и не отвечал на сообщения. Он приехал на фургоне и привез нашу экипировку. Я рассказал Тодду, что сделал Ларри. Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя. Ларри был нашим лучшим другом. Как я упоминал ранее, мы были семьей. Откуда он знает, что Ларри что-то сделал, если его не было нигде? Нет его тела. Куда делся его труп? Не уверен. Он пытается что-то мне сказать, но тут сплошные помехи. Кажется, у него не получается с нами нормально связаться. Давай опробуем новый гаджет. Думаю, он поможет. Погоди секунду. То есть Тодда ничего не смущает. Готово. Я модифицировал твою гитару некролампами. Это должно позволить нам взаимодействовать с миром духов в определенных пределах. Как она работает? Включается с помощью кнопки L. Как ты можешь видеть, я добавил на гриф 12 символов. Игра соответствующей нотой, чтобы активировать их. Делай все как обычно. Выбери группу нота, затем нажми X, U или B, чтобы сыграть ноту из этой группы. Попробуй сыграть все 12 нот. 12 нот, говоришь? Ну, я сыграла. Что дальше? А, я поняла. Да блин, что ты не переключаешься? Что произошло? Тот? Ларри? Эй, есть тут кто? Ну, боже. Кто это? Элисон Розенберг. Что-то знакомое. Здравствуй, дорогая моя Салли. Кто вы? Роуз? Свет твоей гитары несет в себе магию нового мира. Возможно, пророчество все же окажется правдивым. Что? На объяснение нет времени. Ты должна использовать эту силу, чтобы остановить их. Я вообще-то мальчик. Пожиратели бога добились своего, несмотря на все наши усилия. Что за хрень только что произошла? По материи мира прошла рябь. Началось. Ты должна уничтожить магические барьеры, чтобы добраться до источника и положить ему конец. И как же мне это сделать? Используй силу некроламп. Тебе понадобится помощь из мира духов, чтобы найти скрытое от твоего взора. Я с этим помочь не смогу. Не обязана оставаться в черной комнате. Однако я могу временно освободить твоего друга Ларри от его оков. Он станет твоими глазами на той стороне. Добрый путь, дорогая Салли. Сал? А, ты меня до усрачки напугал. Ты куда-то исчез, а потом какой-то сильный звук раскачал домик. Где ты был? Кажется, гитара сработала. Я видел Розенберг. Она сказала, что культ вернулся. Мы должны остановить их, пока не... Что за нафиг? Что происходит? Что за... Что только что... Ларри? Кажется, Розенберг как-то нам помогает. Я так долго торчал в этом гребаном домике. Да всего несколько часов прошло с тех пор, как ты... Ты... Чертов мудак. Как ты мог так поступить? Почему ты меня оставил? Почему? Прости, чувак. Серьезно. Но время поджимает. Роуз сказала, что культ уже здесь, и их необходимо остановить сегодня. Будет тяжко. Поверить не могу, что это происходит. Не могу поверить, что тебя больше нет. Пошли, Сал. Надерем жопу этим уебкам. Да в смысле? Ты почему умер? Не нравится мне это? Да блин. Ну и что? Ничего не происходит. Что я должна делать? Как мне обратно убрать? А, вот как надо. И что я должна сделать? Ларри, это камень смерти. Нажмир, чтобы стиснуть его посильнее и призвать стоящуюся внутри силы. Должен использовать эту реликвию, чтобы помогать Салли. Что он делает? Эй! Ну и чего? Ну и чего? Что я сделала? Что я сделала? Не знаю. Я вроде нажимаю, а ничего не происходит. Не нравится мне это? Так, может теперь можно сыграть? Ага. Вот оно как, значит. И куда теперь? Ну, в принципе, мне же надо вниз. Хотя нет, я посмотрю. Тут все закрыто, что ли? А если мы переключимся на нашего друга? Ха, ручки нет. Прикол. Ой, этот дед. Бесформенный человек идет несмелыми шагами. Он теперь там, в другом мире? Это, конечно, они интересно придумали с переключениями. Но я не понимаю, почему Ларри помер. За что? Так, это ключи от 504-й комнаты. Где нет ручки? Так, надо переключиться, я думаю. О, теперь открыто. Только тут пока ничего нет. Надо, наверное, в дыру, я не знаю. Это что? Книжка какая-то? А, это кассета. Это... А какая из кассет? Вот эта, может? Бормочет. Не здесь, ее уже нет в живых. И нас тоже не будет. Мы так голодны. А эта кожа, эта гребаная кожа, она так зудит. Это почему? Эта кожа не моя, не моя. Кожа, она не моя. Нормально. В смысле, не твоя, если она твоя. К сожалению, одну из кассет я не нашла. Говорю ли, теперь я смогу ее найти. О, не поняла. Это как? А что я сделала? Почему так темно? Хм, это что было вообще? Может, это Грюк? Как Салли оказался в этом мире? И он не видит. Что за бред вообще? Что происходит? Звуков тут нет. Я в ловушке. Что делать-то? Как так случилось-то? Я не знаю, что я нажала. Ну ладно. Салли теперь в другом мире. Нормально. Ванная комната. Это очень странно. О! Так, давай вниз. Опять колонна. Так, мне нужно вот это вот. Давай обратно. Ну это, наверное, Грюк был, потому что... Потому что... Потому что... Салли же у нас не умер еще, чтобы быть в потустороннем мире. Явно какие-то глюки в игре. Он просто идет сам по себе. Ну и чего? Квартира Генри и кого? О, черт. Вы в порядке? Что это за эволда? Мама? Генри? Если вы меня слышите, мы все исправим. Только держитесь. Так, надо переключиться. Вот тут... Чего-то с ними не так явно. Чем занято? Мы смотрим телевизор. Но какой в этом смысл? Все передачи одинаковые. Все стало таким предсказуемым. Эм, с вами все в порядке? Мы в порядке, Сал, в полном. Все чудненько. Ладно. Так, надо как-то, не знаю, что это сделать. Найти... Надо выключить телек. Это все телек виноват. Я ничего не могу сделать. Сейчас посмотрим. Может в комнатах что-то есть? Нет, ни хрена. Главное... Ничего не перепутать. Так, я не знаю. Камень не работает. Не знаю, что делать надо. Стеросистема опять шалит? Эм, да, наверное, не знаю. Да что с вами со всеми происходит? Давайте посмотрим. Держись, чувак. Может я тут вообще сделать ничего не могу? Надо подойти к этой штуке. Хотя я тоже пытаюсь активировать, ничего не происходит. Ну давайте еще попробуем. Надо переключиться только на нашего друга. Что-то этот камень особо не помогает. Так, ладно. В общем, давайте на этом закончим. Продолжим в следующей серии с шагающим Ларри. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте ставить лайки. Оставлять комментарии. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok